Дэнди, Дэнди! Мы все любим Дэнди! Дэнди играет в сэн! 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 Но, на всякий случай напомню, сначала мы выключаем приставку, а потом вынимаем картридж. Рекомендую для Саши, Ларина и для всех остальных, кто уже имеет или собирается купить Street Fighter 2, поиграть сначала с каким-нибудь вашим товарищем. Потому что, уверяю вас, если вы будете играть с самого начала с компьютером, у вас может ничего не получиться, и вы расстроитесь, и вам этот картридж не понравится. Позовите какого-нибудь соседа или вашего товарища из школы, назначьте себе игроков, и, как вы любите говорить, рубитесь до потери сознания, пока кто-нибудь из вас не станет абсолютным чемпионом лестничной клетки, двора или класса. А уж потом можно браться за борьбу с компьютером. Ну, а обладатели приставок на 16-бит, типа Sega Pro 16 или Sega Mega Drive 2, сейчас пришел ваш черед. Вы слегка с таким сарказмом и иронией смотрели предыдущий сюжет, потому что для вас, Дэнди, это уже пройденный этап. Вам повезло, у вас есть более хорошие приставки, более качественный звук, более качественное изображение, но вам, как вы помните, пришлось за них отложить и выложить в магазине гораздо больше денег. Но для вас новинок тоже много появляется в торговой сети Дэнди, и одна из них — вот этот картридж. Называется он по-английски «Хук». «Хук» — это крюк. Наверное, вы поняли, о чем речь. Вспомните фильм про Питера Пэна и про страшного однорукого капитана. Если не помните, то давайте посмотрим маленький фрагмент из этой картины. «Ха-ха-ха-ха-ха!» «Ха-ха-ха-ха!» «Ха-ха-ха-ха!» «Нет, ну это не честно!» «Просто какую ты летающий дьявол!» Готовы? Огонь! Шел вниз ты! Итак, вспомнили, вспомнили историю Питера Пена, историю довольно взрослого дядьки, который превращается в ребенка и отправляется в страну Неверландию, небывалию, можно так перевести на русский язык, чтобы спасать своих детей, которые попали в плен страшного пиратского капитана Крюка. Но, когда вы покупаете любой картридж, или вам приносят его ваши друзья, вы хотите поменяться, внимательно посмотрите на его обложку. Ну, во-первых, он должен быть нормальный, в пластмассовой коробке, никакой не в бумажной, и на нем должна быть яркая цветная картинка, полная гарантия того, что картридж рабочий, картридж фирменный, никакой подделки здесь нет. Так вот, выберите картридж в руку, и вдруг видите на нем вот такую надпись. Тут написано Genesis. Genesis это американская система видеоприставок на 16 бит. У нас эти приставки называются Sega Mega Drive 2, а в Америке они называются Genesis, Sega Genesis. Это значит, что эти картриджи не будут работать в вашей приставке без одного волшебного устройства. Вот оно у меня в руках. Это так называемый мега-ключ, мега-ки. Обязательно купите себе этот прибор, потому что без него ровно половину картриджа, которые в мире ходят и в которые вы могли бы поиграть, вам будут недоступны. Сзади есть переключатели. Такое синенькое окошечко с переключателем. Это и позволит вам на вашей приставке пользоваться любыми картриджами, которые вообще существуют в мире. Американскими, японскими и даже бразильскими, представляете? Поэтому мы открываем коробку с картриджем игры Крюк. Еще раз видим надпись Genesis. И смело вставляем внутрь мега-ключ. Мега-ки. Все. Теперь ваш картридж готов к работе. Итак, 16 бит, приключения Питера Пэна небывалей. Питер Пэн, сорванец из сорванцов, ничем бы не отличался от миллионов мальчишек, если бы не умел летать. Таким даром наделила его девушка-колокольчик Тинкерберг, посыпая его время от времени волшебным порошком. Так он попал в страну Неверландию, где в самом конце мультфильма встретился в смертельном поединке с самим капитаном Крюком. В той схватке, как вы помните, он, естественно, победил. История Питера Пэна и легла в основу игры для 16-битной приставки Себя. На ваших экранах сразу второй уровень игры. Здесь, в дремучем лесу, в кронах деревьев прячутся многочисленные хулиганы, норовящие попасть в нашего героя жалящими стрелами. Пока у Питера был в руках волшебный меч, полученный в первом уровне, справиться с негодяями ему было просто. Но только он допустил ошибку, и скользкий меч вырвался из рук и упал на землю. В дальнейшем его можно отыскать где-нибудь под кустом, но некоторое время придется обходиться без него. Различные комбинации кнопок позволяют творить настоящие чудеса ловкости и акробатики. На первый взгляд, игра Хук покажется вам довольно простой, но это впечатление обманчиво. 16-битные просторы картриджа поистине необъятны. Жаль, что в коротком рассказе мы не можем поведать вам обо всех красотах и сюрпризах этой игры. Хотим только посоветовать вам вникнуть в очарование игрушки. Заодно только шумовое оформление и музыку на нее можно играть долго и упорно. Если рядом с вами не живет девушка-колокольчик Тинкербелл и вас некому посыпать волшебной сверкающей пудрой, то хотя бы в мире новой реальности немудреный костюмчик Питера Пэна будет вам как раз в пору. Вот такая вот игра. Она только недавно появилась в торговой сети Дэнтик, поэтому если у вас накопилось достаточно денег, или родители вам так от широкой души дадут эти деньги, скорее бегите покупать этот картридж, он вам достает массу удовольствия. Правда, не забудьте еще купить и Мегаки. Повторяю, что эта вещь очень нужная. И если вы сначала так будете жадничать и думать, покупать или не покупать ее, не сомневайтесь, она вам пригодится еще миллион раз. Среди ваших писем, которые мы получаем, есть довольно странные вещи. Я открываю конверт, например, от Чернова Антона Михайловича. Наверное, Чернов Антон просто. И вместо письма вижу там регистрационную карточку, которую получает каждый, кто покупает приставку в фирменном магазине торговой сети Дэнди. Эти карточки нам в передачу присылать совершенно не нужно. Когда вы получаете ее при покупке приставки, сразу же отправляйте по адресу 119.034. Москва, 34. Дэнди. С этого момента вы официально становитесь членом большой семьи Дэнди со всеми вытекающими прелестями. Но вы еще даже не догадываетесь, какая радость вас ждет. Я приглашаю вас в компьютерный центр обработки данных фирмы Дэнди. А там вы все узнаете. Хорошо, что сегодня суббота, и мы никому не будем мешать здесь, в компьютерном центре обработки ваших регистрационных карточек. Еще раз объясню, что происходит. Ваши письма приходят сюда, по адресу Москва, Дэнди, 34. И все ваши регистрационные карточки внимательно изучаются, и данные из них заносятся в память вот этого нашего компьютера. Специально созданная программа компьютерчиками фирмы Степлер обрабатывает их и начинает в произвольном порядке мешать, как карты в колоде. На сегодняшний день у Дэнди 150 тысяч членов нашей большой семьи. Представляете, сколько надо ума компьютеру, чтобы все эти ваши фамилии, адреса перетасовать, перемешать. И в конце концов компьютер ждет момента, когда я нажму вот на эту клавишу. Эта клавиша дает компьютеру команду, и он из 150 тысяч фамилий выбирает одну. Этот человек и станет сегодня победителем нашей компьютерной лотереи. Ну, а в качестве приза мы сегодня решили предложить вам вот что. Это очень нужная, очень важная вещь, о которой я сегодня уже говорил. Переходник Mega Key. Для того, чтобы на вашей переставке Sega вы могли играть любыми картриджами из любых стран. Итак, приз объявлен, компьютер думает, и мне остается только нажать на кнопку, не глядя на монитор, чтобы я был объективным. Внимание! Награждается! Ха-ха! Редькин АА. Москва, проспект Мира, дом 79, квартира 122. Редькин АА. Алексей Александрович, Александр Алексеевич, Анатолий, не знаю. Короче говоря, Редькин, тебе повезло. Ты становишься обладателем великолепного адаптера Mega Key. С этого момента твоя фамилия исчезает из памяти нашего компьютера, из ее лотерейного файла, и переходит совсем в другой файл. Об этом через несколько секунд. Везет же людям, а! Смотрите. Отправили по адресу маленький кусочек картона, и нежданно-негадно выиграли такую нужную и важную вещь, как переходник Mega Key. Но и это еще не все. Самая потрясающая затея в нашей лотерее заключается в том, что среди победителей каждого выпуска нашей передачи где-то ближе к Новому году, а может быть чуть позже, мы разыграем вот эту вот потрясающую приставку Panasonic 3DO. Те из вас, кто был когда-нибудь в магазинах фирмы Dendy, прекрасно знают, о чем идет речь. Так что смотрите каждый выпуск нашей программы. Не пропустите свой шанс. Вот эта вот пачка писем у меня в руках одна тысячная, может быть, одна десятитысячная часть той огромной корреспонденции, которую мы получили от вас с ответами на вопросы нашей викторины. И сегодня пришла пора подвести ее итоги. Я дней и ночей не спал, читал, открывал эти письма. Очень мало, увы, правильных ответов. Но это и не мудрено. Вопросы были не очень простые. Бейби, играю в тень! Из нескольких тысяч писем, которые мы получили в адрес нашей программы с ответами на наши викторины, мы смогли выбрать всего одно с правильными ответами. Идеально правильный ответ только в одном письме. Представляете? И вот сейчас перед вами одна из авторов этого письма, Лена Васильева. И брат Дима еще помогал. Или ты ему помогала? Я ему помогала. Ты ему помогала. Да. Каким образом вообще вам удалось так досконально, точно ответить на все вопросы? Ну, мой брат очень хорошо играет в игры. Ну, мы просили картеры у знакомых, у друзей. Ну, перелопатили немножко литературу. Так. Правильно ответили на вопрос. Молодцы. Так вот, знаете что? Мало того, что они правильно ответили на вопрос первой викторины, конечно, на вопрос второй викторины правильно ответили. И сейчас настает такое торжественное момент, когда я должен вручить приз этой замечательной семейке. В двух словах буквально правильные ответы. Максимальная скорость процессора 64 бита. Совершенно верно. Это приставка Atari Jaguar. Ее пока у нас нет в продаже, но, наверное, скоро появится. Самый близкий к Кремлю магазин Denzi это переход театральный ГУМ. Игры на буквы Ну, там, боже мой, сколько можно будет игр написать. И Лена с Димой, кстати, написали их, знаете, сколько? Именно немало 67 штук. Вот. Ну, и что еще? Площадь регистрационной карточки. А, игру Jurassic Park. Игру Jurassic Park для приставки Sega Mega Drive 2 создала сама фирма Sega в сотрудничестве с фирмой Blue Sky Software. Если вы прошли до конца эту игру, то в самом, в самом конце, в титрах вы обязательно эту информацию получите. Но для этого нужно пройти игру, а она довольно сложная. И, наконец, последний вопрос. Площадь регистрационной карточки действительно 300, 35, 340 квадратных сантиметров. Ну, а те из вас, кто писали, что площадь 150, 160, тоже право, потому что вы имели в виду половину карточки. А можно вычесть и площадь целой карточки. Это уж кому как нравится. Итак, правильные ответы. Замечательная красивая девушка Лена и не менее замечательная приставка Sega Mega Drive 2. Это вам. Спасибо. Итак, вы только что познакомились с Леной и стали свидетелями торжественной церемонии вручения ей главного приза нашей викторины приставки Sega Mega Drive 2. Ну, а как же остальные, спросите вы? Я не сомневаюсь, что среди вас есть те, кто так же правильно и полно ответил на все вопросы нашей викторины. Но дело в том, что Ленину письмо мы открыли раньше других. Вот вам и ответ на ваши возможные вопросы и претензии. Как вы помните, в нашей первой викторине было пять вопросов. И победителей тоже стало пять. Кроме Лены и Димы Васильевых, призы получают те из вас, кто, может быть, не совсем правильно питал на все вопросы, но тоже старался изо всех сил, бегал, где-то доставал правильный ответ. Итак, призы от нашей передачи получает Женя Власов. Он живет на Варшавском шоссе в доме 114, корпус 1 в квартире номер 43. Ему достается набор игровых картриджей для приставки Денди. Женя, ты молодец, мы поздравляем тебя. Следующий победитель Туманов Андрей из города Ногинска. С сегодняшнего дня он владеет картриджем для Сеги замечательной игрой Крюк. Андрюша, наше поздравление. Филимонов Роман Владимирович. Можно просто Рома, ладно? Ты получаешь комплект журналов Видеоаз Денди за свои старания. Московская область, город Подольск, Октябрьский проспект, дом 19, квартира 58. Молодец! И последний приз майка с изображением нашего слоненка Денди. Вот такая красивая майка. Здесь слоненок, а тут написано Денди новая реальность. Это название нашей передачи и главный лозунг фирмы Денди. Получает этот приз Петя Коц, который живет в Москве на улице Миклуха Маклая в доме 38, квартире 232. Поздравляем всех победителей нашей первой викторины, а итоги следующей. Мы подведем как только обработаем всю информацию и как только прочитаем каждое письмо, которое, кстати, продолжает еще приходить в адрес нашей программы. Всех поздравляем! Молодцы! Не пропустите наши передачи! Еще раз скажу о том, что меня очень радует в ваших письмах. Мне нравится, что вы не стесняетесь задавать вопросы, не стесняетесь писать о том, что чего-то не умеете, чего-то не можете добиться. Например, Стас Беляев из Москвы, ему 14 лет, спрашивает нас о кодах в игре Экодельфин. Вася Печенкин, ему 11 лет, спрашивает коды из игры МИГ-29. Андрей Аничкин никак не может тратить третий уровень игры Микки Маус и пятый уровень игры Снайкер-2. Короче, есть у вас проблемы, а значит, есть работа для Саши и Дениса. Внимание, секреты от Дэнди. Ну что, за эту неделю, что мы с вами не виделись, я думаю, вы что-нибудь еще наковыряли, да? Конечно. Да? Спасибо. Чего есть новенького? Стритфайтер 2. О, Стритфайтер 2. Это моя любовь, это моя любовь, моя печаль. Это самая, самая любимая игра, я в нее играю днем и ночью, никогда не мог пройти до конца. Самая лучшая игрушка из аркады. Да, потому что ты до конца я прошу? Конечно. Ну, естественно, что я спрашиваю, да, а ты? Да. Я не могу до конца платить. Научим. Научим, понятно. Это вы нас всех научите в следующий раз. Я вставляю Стритфайтер 2, производство фирмы КэпКон. Начинаем. Вначале выбор у нас с 12 игроков, кем можно начать. У меня игра все время Рю. Кстати, он самый сильный. Если мне пасту не углавный несколько раз. Да ты что? Самый сильный в игре. Если ему нравится играть, то он же убивает сразу все. У Рю. Есть три удара. Не более сильных. Есть простые удары. Значит, первый удар. Он делается с руками. Нужно нажать снизу в направлении противника и вправо. Нужно сделать по 40 градусу. Потом нажать кнопку, какой он был. На перед ближним бою. Есть такой удар, но очень тяжело делается. Нужно нажать вправо, потом вниз. И потом нужно сделать то же самое, как делается фаерболл. Снизу направо. На черты играл. Скажи, пожалуйста, сколько минут тебе требует, чтобы пройти стритфайтер? 45. Я обычно сначала прохожу игру, а потом уже ищу секрет, зная всю эту игру, то ли поперед. Я уже ищу секреты и так далее. А зачем ты их ищешь, если ты уже игру прошел? Ну, просто интересно все это. Еще, говорит, работа такая. Спасибо, ребята, до встречи в нашей следующей передаче. Счастливо. Да, если бы не Денис с Сашей, что бы я стал делать, не знаю. У меня никогда не хватает терпения и времени находить эти секреты и доходить к какой-нибудь сложной игру до конца. Они мне очень здорово помогают, да и вам, наверное, тоже. Время нашей программы неумолимо подходит к концу. И прежде, чем проститься, я хочу предложить вам очень интересную затею. Программа Дэнди Нова Реальность встречается со своими зрителями 28 октября в магазине на Красной Пресне ровно 5 часов. Приготовьтесь задавать нам любые вопросы. До встречи в магазине Дэнди. Пока! Любые игровые видеоприставки, фирменный сервис и надежные гарантии в магазинах Дэнди. Красная Пресна 34, Петровка 12, переход метро Театральная ГУН, телефон 245. Театральная 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 Театральная